Итоговое мероприятие «Знать, чтобы жить» прошло в медицинском колледже имени Аскерханова. Оно было приурочено ко всероссийской акции «Стоп и ВИЧ-СПИД» и ко Всемирному дню памяти умерших от СПИДа, который отмечается каждое третье воскресенье мая. За более чем 30-летнюю историю пандемии ВИЧ-СПИДа умерло более 40 миллионов инфицированных людей. Несмотря на то, что в борьбе с этим заболеванием достигнуто немало успехов, как в науке, так и в практическом здравоохранении, проблема ВИЧ-инфекции все еще остается общемировой. Сегодня проводилось очень полезное и важное мероприятие, которое было посвящено профилактике таких заболеваний, как ВИЧ, СПИД. Так как я являюсь клиническим психологом Республиканского центра инфекционных болезней, непосредственно каждый раз мы сталкиваемся с такими пациентами. Хотелось бы сказать, что общественные организации свои вносят огромный вклад по именно распространению информации для населения республики, так как наши люди с этими заболеваниями не особо знакомы. В свою очередь хотелось бы, чтобы такие мероприятия проводились чаще, чтобы информации было больше у населения. Сегодня достаточно остро стоит вопрос профилактики социально значимых заболеваний. Сегодняшнее мероприятие можно назвать знаковым, потому что оно проводится в рамках Дня памяти жертвам СПИДа. Это все те люди, которые пострадали от этого серьезного заболевания. Стоит отметить, что некоторое время назад, также при сотрудничестве бюджетных учреждений, здравоохранения и некоммерческих организаций, было проведено масштабное и достаточно такое интересное мероприятие «Дерево памяти», когда каждый мог посадить дерево в память о том человеке, кого унесло социально значимое заболевание не только ВИЧ-спит, но также того, кто стал жертвой зависимости той или иной.